друзья всем привет на смартфоны xiaomi redmi и пока начинают приходить новое обновление называется miui 1304 это глобальное обновление для прошивки с индексом mi на базе 12 андроида в этом видео сделаю обзор этого обновления посмотрим на фишки изменения и что же добавляется в этой прошивке если интересно не переключайтесь перед просмотром этого видео хотел рассказать вам о недорогом симпатичном смартфоне bq 6061 l slim это компактный тонкий смартфон с 6 дюймовым дисплеем и вес составляет всего 166 грамм этого смартфона хватит для интернет серфинга мессенджеров просмотра видео и конечно же общения установлена облегченная версия android 11 go можно подключать две сим-карты поддержка 4g lte быстрого мобильного интернета есть сканер для разблокировки по отпечатку более подробные параметры и актуальную стоимость можно посмотреть по ссылке в описании а также там будет промокод на дополнительную скидку возвращаемся к теме этого видео на текущий момент это обновление начало приходить на смартфоны redmi note 11 pro 5g а также на смартфоны poco x4 pro 5g и неудивительно потому что это практически одинаковые смартфоны начнем со списка изменений как я говорил прошивка идет с индексом mi и в списке изменений написано обновление системы безопасности android на октябрь 22 год и улучшена безопасность системы и если посмотрим обновление системы безопасности android то до 1 октября 22 год напомню что в предыдущей прошивке которая была это милай 13 0.2 там обновление системы безопасности было на июль месяц состояние защиты посмотрим обновление системы через google play 1 августа и обновление системы безопасности на 1 октября что порадовало в этом обновлении это то что починили темный режим кто смотрел предыдущее видео с обновлениями уай 13 02 где я делал обзор то я рассказывал что темный режим в предыдущем обновлении был урезанный если мы включали темный режим переходили в параметры темного режима и отдельные приложения которые не поддерживают темный режим здесь мы можем задавать им темный режим вручную так вот в предыдущем обновлении эта функция не работала и вот наконец-то с этим обновлением здесь друзья все починили поэтому можете заходить и проверять шторка в этом обновлении как и в предыдущем уже нового типа идет новая шторка милай 13 и здесь все это замечательно работает предыдущем обновлении на этот смартфон тоже с перехода android 11 на 12 такая уже была шторка если после обновления на вашем смартфоне установлена старая шторка то ее можно переключить в новую при помощи обновления плагина пользовательского интерфейса скачать это обновление можно в моем телеграм-канале realtech прямую ссылочку на скачивание оставлю в описании под видео а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал здесь самая актуальная информация выходит в первую очередь далее друзья приложение камера здесь все без изменений все как и было для этого смартфона видео режим такой же 1080 максимальное качество 30 fps здесь все без изменений единственно как и в предыдущем обновлении добавляется серийная съемка когда кнопку затвора мы свайпаем влево либо вправо можем делать таким образом 50 фото серийной съемки напомню что для этого смартфона была функция по замене неба потом с предыдущим обновлением эту функцию убрали и так с этим обновлением и не вернули если мы откроем фотографию где у нас есть небо переключимся функцию искусственного интеллекта функции замены неба здесь нет а также ластик самый обычный как на бюджетных смартфонах кстати новая функция возможно кто-то не замечал если сделать видео нажать на редактирование то добавляется режим про где добавляется больше функции нажимаем кнопку переключить больше различных шаблонов расширенный редактор и функции улучшения видео в режиме реального времени можно яркость добавить контрастность и другие параметры в этом обновлении уже сразу установленная последняя версия приложения темы что это дает на практике во-первых новый интерфейс а во-вторых есть функция где можно изменить шрифт интерфейса выбрать любой списка здесь их очень много и даже как раньше не нужно изменять регион в настройках смартфона все доступно уже сразу заходим изменяем а еще добавили больше мелодий если зайдем в переключение мелодий здесь популярные главное и музыка и очень много друзья различных категорий плюс больше добавлено мелодий по умолчанию включена функция частичного скриншота зажимаем и удерживаем три пальца на рабочем столе и можем делать скриншот даже нигде не нужно включать это в настройках уже все включено автоматически по лаунчеру рабочего стола версия идет такая же как и в предыдущем обновлении и все такие же функции остаются давайте напомню если не смотрели предыдущее видео функция не показывать текст не показывает текст иконок включается новый формат 4 на 7 и далее что здесь еще скорость анимации можно включать медленную эта версия лаунчера хорошо себя зарекомендовала работает стабильно и обновление здесь никаких нет и на текущий момент все работает хорошо и стабильно по поводу боковой панели в предыдущем обновлении и в этом обновлении боковую панель перенесли в настройках если мы зайдем в настройки особые возможности здесь была раньше боковая панель теперь же она находится в плавающих окнах вот боковая панель теперь здесь еще ее прокачали если ее включить работает как и ранее можно запускать приложение в оконном режиме но если вы хотели бы ее переместить просто зажимаем и удерживаем и можем перемещать в любой удобный участок экрана проверяйте конечно же здесь ускорение игр приложения обновленная и прокачанная если запустим игру свайпаем вправо полупрозрачную линию можем включать ускорение ускорение fps можем посмотреть до ускорения после ну и все эти дополнительные опции как и были ранее но с обновленным измененным интерфейсом боковая панель здесь тоже присутствует тесты производительностью в приложении у антуту в предыдущем обновлении было триста семьдесят три тысячи баллов в новом обновлении триста семьдесят пять тысяч баллов небольшой прирост производительности наблюдается минимальный нагрев температуры во время тестов 29 и 4 максимальный 32 и 2 и 15 минутный тест на троттлинг со стандартными значениями дает достаточно ровный график никакого троттлинга не отмечается это обновление я уже потестировал попользовался им какое-то время нареканий нет если придет стоит ли обновляться я считаю да обновленный патч безопасности починили темный режим боковую панель прокачали и дополнительные полезные опции работает прошивка стабильно на этом друзья у меня все если остались какие-то вопросы пишите в комментариях всем пока и до встречи в новых видео а